Добрый вечер, братья и сестры! Сегодня я хочу начать некий цикл небольшой бесед о книге Иова. Это одна из учительных книг Библии, которая, в отличие от исторических, законодательных, пророческих книг, которые, соответственно, своими именами пророчествуют, дают прямые повеления или прямые запреты. Учительные книги учат человека на чужих примерах, и, как правило, это слова мудрых, которые по экклезиасту подобны вбитым гвоздям или крепким иглам, и они входят в глубину души слушающего. Книга Иова одна из таких. Она в славянской Библии расположена перед псалмами. Соответственно, примыкая к книге псалмов, самой любимой ветхозаветной книге церкви, она требует также к себе большого внимания. Церковь читает её во время Великого Поста. Литературно книга Иова одно из величайших произведений. Это шедевральное произведение, без всякого сомнения, одной из жемчужин, с которой редко что сравнится. С точки зрения литературного построения, эта книга сюжетно развивается в первых двух главах и завершается в последних двух, или даже в последней одной. А всё, что внутри, это монологи и диалоги. Это вопли и вопрошания и длинные речи, в которых участники этой книги износят из сердца самые сокровенные, такие жемчужины своего личного духовного опыта, и высказываются от лица всего человечества. Иов высказывается от лица скорбящего человечества. Отметим, что Иов жил до Моисея, и наряду с праведниками, которые жили до избрания еврейского народа, до получения закона, до Авраама он также жил, это праведник, принадлежащий всему человечеству. То есть он не из иудеев. Посему как Ной, Иов находится в сокровищнице святых душ, которые являются достоянием всего мира, а не только отдельно избранного народа. В одной из глав Экклезиаста, Езекииля, в 14 главе, кажется, там перечисляются три великих праведника, Ной, Даниил и Иов, о которых Бог говорит, что нечестие мира так велико, что если бы эти трое молились бы мне и жили бы на земле в это время сейчас, то свою праведность они спасли бы только свои души. Даже души детей бы не спасли. Ной, Даниил и Иов. Из этих трех, которых Бог перечисляет, там есть тоже Иов. Ной и Иов – это люди, которые как бы общие для всех, поскольку они до Авраама и до избрания отдельного семени. А Даниил уже из числа евреев. Фабула книги известна наверняка большинству слушателей. На Иова обрушиваются все несчастья, которые существуют в мире. Он лишается всего имущества, лишается детей, поражается жестокой болезнью, лишается друзей и поддержки своей супруги. То есть все мыслимое горе, существующее в мире, устремляется на него и поражает его, но находит его все-таки до конца твердым, хотя книга и преисполнена душераздирающих воплей, которые Иов обращает к небу. Книга довольно сложная, строгая. Не каждый из нас в период скорби решится повторять за Иовом его слова, хотя каждый из нас находится иногда в его шкуре. Пусть минимально, пусть чуть-чуть, но есть такое чувство, что вот небеса свинцовые и глухи, земля пуста и неустроена, близкой души нету, душа моя скорбит, и зачем я живу, не знаю, и зачем ты воюешь со мною, страж человеком. Хочется сказать человеку, зачем ты не даешь мне проглотить слюну мою, как говорил Иов. Но он много сказал всякого на Господа, и мы, читая эту книгу, содрогаемся вместе с ним о пережитых им бедах, боясь, как люди, пережить их в своей собственной жизни. Интересно то, что книга открывается прологом на небесах, о чём мы ещё будем говорить позже. Ну, как литературный приём, этот фрагмент использовал в своём произведении Фауст Гёте. Там тоже открывается прологом на небесах будущее, собственно, произведение, и избрание вот этого Фауста. Мефистофель там начинает его искушать, как бы это некое такое подобие книги Иова. Там пишется о том, что Лукавый приступил среди сынов Божьих к лицу Господа и просил его дать ему, значит, руки этого праведника, который был богобоязнен, удаляющимся от зла праведным. Господь хвалился им, говорил, что «Видал ли ты на земле раба моего Иова?» И вот что интересно, братья и сестры, что читающему эту книгу ясно, как бы сказать, больше, чем участнику этой книги. Пролог на небесах даётся читающему. И нам дальше всё остальное становится понятным. Почему, что и как оказывает борьба. Между Лукавым и Господом, между Господом и Лукавым располагается только некий треугольник, такой неравносторонний. Вершина треугольника внизу на земле, она упирается и во всей своей тяжестью. А две остальные вершины, они где-то в другом мире, за пределами этого мира. Значит, Господь и Лукавый между собой спорят, есть ли на земле бескорыстные праведники. Иов этого не понимает и не знает. А мы понимаем. И это очень важно. Потому что очень часто мы читаем Писание таким образом, что писателю, участнику событий библейских, открыто больше, чем читателю. Например, апостол Павел, он очень много сказал, очень много написал. Он пытался в своих посланиях и проповедях как-то максимально адекватно выразить свой внутренний опыт, который был очень глубок и велик. Ну, скажем, Павел был на небе. Он был восхищен, не зная только в теле или без тела, до третьего неба, и там слышал ангельские слова, которые потом не мог пересказать. И он пытается как-то в бледных тенях, слабыми свойствами и средствами человеческого языка передать свой глубочайший внутренний опыт. Но всё равно не может передать его адекватно. И Павел, без сомнения, знает больше, чем знаем мы, читателей Павла. Он написал 14 посланий, которые мы читаем, но, конечно, они не вмещают всего богатства Павлового богословия. Ведь были времена, когда он три года день и ночь учил христиан в Эфесе. За три года он, конечно, говорил больше, чем вмещают его краткие послания. То есть Павел знает больше, чем сохраняется в Библии от Павла. А вот Иов знает меньше, чем хранится в Библии от Иова. То есть мы, читающие как бы снаружи, смотрящие на происходящее внутри этого священного текста события, знаем больше. А те, кто погружены в пространство этого повествования, они видят только по плоскости, только себя, только на земле, догадываются о Боге, говорят очень глубокие о Нём вещи, до которых мы часто личным опытом не достигаем. Но всё равно нам, понятно, большее. Иов получается, значит, заложником некой такой большой, скажем так, ну не игры, но большой борьбы. Достоевский вполне прав, сказав однажды в страницах своего романа «Братья Карамазовы», что дьявол с Богом борется о поле борьбы сердца человеческие. Эта книга ярко этому подтверждение. Кстати, Достоевский любил эту книгу, и в его письмах там есть такие заметки, что читаю Иова и хожу по комнате, значит, содрогаясь от ужаса. Где-то примерно так, я могу не точно процитировать. Это удивительное такое, значит, духовное произведение. Итак, Господь Бог желает похвалиться человеком. Если чем-то можно Богу похвалиться, то, конечно, человеком, потому что самое дорогое его создание. И лукавым он предлагает Иова для наблюдения. Вот, значит, посмотри, какой у меня есть раб на земле. И лукавый говорит Богу, разве Иов даром праведен? Не ты ли кругом оградил его благоденствием, долголетием, силой и крепостью, богатством, прочим, прочим? У Иов было, значит, много стад, верблюдов, овец, волов, что являлось зримым выражением могущества. Он такой был, как бы, восточный шейх такой, богатый землевладелец, богатый скотовладелец, многодетный человек, мудрый человек, говорящий столь ёмко и веско, разбирая чужие тяжбы и суды, что после его слов все замолкали. Это он потом сам об этом говорит, что когда я говорил своё слово, то уже после меня уже никто не осмелился говорить. У него было семь сыновей и три дочери, и они каждый день пировали друг у друга, и Иов переживал о них, чтобы они тоже были благочестивы, и молился Господу о них, ежедневно принося жертву, потому что думал он, а вдруг, детки мои, в сердце похвалили Господа, значит, чтобы Бог помиловал их, молился о них. То есть, ну, со всех сторон чудный человек. И вот лукавый задает такой вопрос. «Даром ли Иов благочестив?» То есть первый вызов, на котором мы сегодня закончим наш разговор, а потом с эстафеты этой проведём его дальше. Итак, серьёзнейшая такая проблема. Праведники творят правду за награду или просто ради правды? Ради Бога трудится человек, призванный к святости, ощущающий внутренний позыв творить заповеди, или он ради самого только Господа творит это, или в надежде на вознаграждение. Праведность всегда влечёт за собой долголетие, благоденствие и, ну, там, скажем, успешность такой, или не всегда. То есть-таки довольно серьёзный вопрос, на который многие люди по-разному отвечать будут. Книга Иова об этом говорит довольно строго и неприятно для человеческого самолюбия. О чём мы поговорим завтра, если, да с Богом, доживём, мы в это же время встретимся в эфире на нашем канале. А сейчас прощаемся. Вы открывайте эту книгу, братья и сестры, она будет нашим спутником, ну, наверное, дня 4-5, как минимум. Мы будем, так по её страничкам проходясь, беседовать о глубине богатства, премудрости, заключающейся в этих писаниях. Пока, доброй ночи, а завтра до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok